Здравы будьте, люди добрые! Сегодня наш сказ будет достаточно длинный. Мы будем разбирать один из самых известных и, возможно, любимых мифов. Миф называется «Миф о Садко» из книги Коляды. В этом мифе обозначено множество разных ориентиров жизни, соблюдая которые человек будет следовать закону, а значит не утратит свой человеческо-божественной природы и останется достойным своих великих предков-пращуров. Дополнительно в этом мифе кроется много астрологической информации, которая будет полезна для углубнения или уточнения знаний для астрологов. А еще из данного мифа также можно узнать некоторые интересные характеристики дополнительно нашего батюшки Велеса и прояснить некоторые непонятные моменты, связанные с правильным пониманием его сущности. Все это мы постараемся накопать в данном мифе. Я, конечно, не ручаюсь, что поднята нами информация, это вся информация, которую можно выжать из данного мифа. Однако начинать с чего-то нужно. Итак, миф называется «Садко». Я буду зачитывать его частями и пояснять, что смогу. Сам же миф о Садко, собственно, говорят о миф о реализации таланта, того, который передан вам по вашему роду вашими пращурами. Как в святых горах в Царьграде жил Садко, сын Ивана и Мери. Был велик Царьград и славен. Терема, дворцы белокаменные, храмы в городе все высокие, но площади все широкие. И все лапки полны товарами, а у пристани корабли стоят, будто лебеди в тихой заводе. Светогорск-поморскую плеянную управляли тем славным городом. У Садко-то нет злато-серебра, нет и лавок, полных товаров, нет и кораблей белопарусных. У него есть гусли яровчатые, у него есть голос певучий. Раз пошел Садко к Эльминь-озеру, сел Садко на камень горючий, начал он на гуслях наигрывать. От утра играл и до вечера. А настала вечерняя зорюшка, взволновала Сельминь-озера. В нем волна с волной сходились, и песком вода замутнела. Вышел из воды Ильм-озерный, говорил Садко-царьградскому. Ай же ты, Садко-царьградский, ты меня игрой распотешил. Было у меня пирование. Веселил на перу ты моих гостей, и теперь тебя я пожалую. Ты ступай, Садко, в славный царьград, позовут тебя на почестен пир. Все начнут на перу напиваться, станут хвастать и похваляться. Будет хвастать иной, золотой казной, глупой хвастать начнет молодой женой, умной батюшкой, родной матушкой. Ты ж скажи, что в Ильмень-озере златоперая рыба плавает. Станут спорить купцы царьградские, беся с ними ты о велик заклад, будто неводом рыбу выловишь. Спорят пусть они на товары, да на корабли белопарусные. Ты же спорь на буйную голову, как закинешь сеть в Ильмень-озера, так поймаешь рыбу волшебную. И вернулся Садко в славный царьград. Стали звать его на почестный пир к Святогору с плеянной в тере. Все на том пиро наедались, все на том пиро напивались, стали между собой хвастать. Кто-то хвастал золотой казной, кто удачу, молодец. Глупый хвастал молодой женой, умной батюшкой, родной матушкой. И спросил тогда Святогор Садко, что ж сидишь с Садко и не хвастаешь? — говорил Садко таковы слова. — Эй же вы, купцы царьградские, нечем мне перед вами хвастать. Нет у меня золотой казны, нет у меня молодой жены. Лишь одним могу я похвастать. Видел я, что в Ильмень-озере золотоперая рыба плавала. Стали спорить купцы царьградские, сказал тогда тем купцам Садко, «Коль не выловлю я той рыбы, отрубите мне буйную голову». Ставлю жизнь я против товаров, против кораблей белопарусных. Бились с ним купцы, а велик заклад. И пошел Садко к Ельмень-озеру. Вместе с ним купцы царьградские. Как закинул он частый нефть, вынул рыбочку золотоперую. Видят тут купцы, делать нечего. Отдавали ему все товары, белопарусные корабли. Поговорим немного об этой части мифа. Итак, кто такой знаменитый Садко? Это сын Вани, перехитрившего самого Святогора с помощью Всевышнего, и сын Мери, дочери Святогора. Миф о Ване и Мере мы рассматривали в прошлый раз. Сам отец Садко Ваня, сын Семаргла Велеса и Диваны. Следовательно, у Садко есть два великих и сильных деда Велес и Святогор. Но с чего начинается миф? Что нет ничего у Садко. Ни златы, ни серебра, ни богатых магазинов с товарами. Несмотря на то, что живет он в богатом Царьграде. Нет ничего, кроме гуслей и красивого голоса. И этом он владеет в совершенстве. Да так, что ему помогает сам дух озера Эльмень выловить золотую рыбу и обрести таким образом материальный достаток. О чем же здесь речь? А речь здесь вот о чем. Развивая таланты, переданные тебе от предков-пращуров по родовой, генетической линии, ты обретаешь связь со своим родом. То есть вылавливаешь золотую рыбу, как говорится в мифе, символически, рыбу роду. Ту самую, которая исполняет все желания. А род, твой род, помогает тебе в твоей земной жизни. И пращуры знают, как это сделать. Те пращуры, которые ушли. Ушли из мира Яви. Они знают, ведь им оттуда виднее. Там свои механизмы помощи. Есть здесь намек и на астрологическую информацию. Миф о Садко относится к эпохе Девы. Астрологи знают, что Нептун, планета музыкантов, находится в знаке Девы в изгнании. Это означает, что Нептун является теневым управителем. И через функции, связанные с Нептуном, в случае правильного поведения человека по планете в обители, идет помощь предков пращуров. В мифе о Садко как раз говорится, что по теневой планете Нептун ему от предков был передан талант гусляра и певца, который он стал развивать и таким образом обрел помощь своего рода. На что указывает и символ золотая рыба. Также мы можем вспомнить, что сам Велес изначально также обладал именно этим искусством пения, игры на гуслях. А что тут удивляться, ведь Садко был его внуком. Но посмотрим, что же приключилось с Садко далее и чем ему помог его мудрый пращур Велес. Стал Садко купцом цареградским. Начал он торговать да по всем местам и по всем городам и Украинам. И женился Садко цареградский и построил себе палаты. Все в палатах тех по-небесному. Как на небушке солнце красное, так и в тереме красное солнышко есть на небе месяц и в тереме есть все красота по-небесному. Он устраивал столование, собирал гостина, почистен пир, всех богатых купцов цареградских, всех жрецов из храмов богатых. Все на том пиру наедались, все на том пиру напивались, стали между собой хвастаться. Кто-то хвастает золотой казной, кто удачу молодецкой, глупый хвастает молодой женой, умной батюшкой, родной матушкой. А Садко по палатам хаживает, золотыми кудрями встряхивает, говорит гостям таковы слова. Ай же вы купцы цареградские, как мы все у меня напивались, как вы все у меня наедались, меж собой вы порасхвастались, кто и былью, кто и бы лицую. Что же мне Садко теперь хвастать? У меня Садко цареградского, золотой казны не тощится. Все товары в цареграде я выкуплю. Все худые товары и добрые, нечем будет вам торговать, говорили купцы цареградские. Беся с нами Садко велик заклад, а свою казну золотую. И все спиро с того разъезжались по своим домам, по местам родным. А Садко встал утром ранешенько и будил дружину хоробрую, дал дружине без счета золотой казны, чтоб скупили они в цареграде все товары худые и добрые. Все как сказано, так и сделано. И во день второй, и на третий день отпускал Садко всю дружинушку, и скупали они в цареграде все товары худые и добрые. И пошел он сам в гостинный ряд. Видит тут Садко, что товаров во торговых рядах не убавилось. Скупит он товары цареградские, подоспеют товары заморские. Тут купец Садко призадумался. Ведь не выкупить мне товаров со всего-то белого света. Я богат, Садко цареградский, но богаче меня будет сам цареград. Опустил он буйную голову и пошел побрел вдоль по улице. Тут Садко, купца цареградского, кто-то тронул за плечико левое. Обернулся он, видит Велеса. Измолился он богу Велесу, помоги товарушке выкупить. Я тебе построю богатый храм среди города цареграда. Согласился на то Велес. И пошел Садко ко своей казне. Видит денег в ней больше прежнего. И тогда Садко цареградский выкупал все товарушки в городе. И цареградский, и заморский не оставил товаров на денюжку, ни на маленькую копеечку. И казна у Садко не убавилась. И построил Садко храм богатый. Маковки украшены золотом, образы богов скатным жемчугом. Посвятил тот храм богу Велесу. Здесь мы видим Велеса в его ипостасии покровителя купечества. И отмечу честной торговли. Истребля считала, что Велес наделяет не только материальными, но и духовными богатствами в виде мудрости и знаний, каких-то необычных способностей. Ну, в общем-то, кто у него что просил. Также здесь указывается, что Велес тронул Садко за левое плечико. Это тоже не просто так. Левая сторона – это сторона материальная, женская, непознанная, тайная, оттого и темная. Это означает, что пращур Садко, его дед Велес, разговаривал с ним через его, ну, как бы душу, подсознание, голосом интуиции. Из чего следует, что пращуры связываются с нами и говорят через нашу интуицию, через наш внутренний голос. Велес увеличивает богатство Садко, чтобы он смог выиграть спор с копцами. Однако за это Садко просит, Велес просит Садко построить храм. И Садко его строит. То есть часть его богатства идет на духовные цели. Это означает и строительство храмов, и помощь бедным, и строительство, возможно, школ, ну и тому подобные вещи. И я думаю, это было нормальным на Руси. Если ты разбогател благодаря помощи своего рода, то будь добр, часть своего богатства отдай на духовные цели и в помощь людям. И построил Садко 30 кораблей чернобоких и белопарусных. И поехал он торговать. Он поплыл по Эльмень озеру, из Эльмень обошел в Эльмару, из Эльмар реки в море черное. Говорил Садко корабельщикам, поплывем мы по морю черному, да и мимо Белого острова, мимо острова Березани, мимо острова Лихолютого, а потом и мимо Буяна, прямо к устью великой Ра реки. И пойдем поплывем вверх из Ра реки, приплывем мы к Белому городу, будем в Граде том торговать. Вот плывет Садко вдоль по морюшку, как на этом на черном морюшке белый остров явился в волнах. И на этот волшебный остров, да на ту березоньку белую, прилетела и села сирен. Как запела песню свою сирен, так забыли корабельщики и направились к острову корабли, прямо к скалам, что пенят волны. И по гуслям ударил тогда Садко. Ой вы го, еси корабельщики, вы не слушайте птицу сирен. Сладко сирен поет, распевает, но кто слышит ее, умирает. Поплывем по морюшку черному, прямо к устью широкому Ра реки. Ну вот и не удивляйтесь тех, кто узнал в нашем Садко хитроумного Одиссея или римского Улиса, соответственно, из греческой и римской мифологии. Я думаю, что тут понятно, кто у кого передрал мифы. Но вернемся к самому мифу Белени. Кто же такая загадочная птица в сирен? Или в греческом варианте сирены. Помните, были такие женщины, которые привлекали моряков и они разбивались о скалы. В мифологическом словаре сказано, что сирен – это полуптица-получеловек, инкарнация Велеса и Кащея. Кто слушает ее песни, забывает, все умирает. Давайте в этом разберемся. Что значит было умереть в понятии наших пращуров? Они прекрасно знали, что с потерей физического тела человек не умирает. А смертью же называли состояние души человека, когда он забывал о своей духовной сути. Начинал ассоциировать себя только с телом, начинал жить только потребностями тела. Но это еще полбеды. Да хотя до последней стадии заматериализованности человек вообще терял свою совесть, начинал паразитировать и жить за счет других, не давая ничего взамен. Копил деньги ради денег и кроме них ничего не видел. Черствел душой. Но как тут не вспомнить персонажа из «Властелина колец» Толкина Глума с его прелестью-кольцом, которое полностью завладело его душой и сознанием. Вот примерно то же происходит с человеком, который слушает много песней сирен. А птица сирен – это и есть колдовской голос материи. Так почему же птица сирен была инкарнацией нашего батюшки Велеса? Ну с Кащеем-то все понятно. Но при чем тут Велес? Да при том, что нас, Велес-батюшка, будучи покровителем купцов и торговли, тоже может наделять материальными богатствами. Ну и тех, кто не просит его о духовных благах. И вот тут-то некоторые разбогатевшие купцы начинают заслушиваться птицу сирен и зацикливаться на своих сокровищах. Копят и копят, богатеют, и все им мало. О чем предупреждает как раз-таки Велес через своего потомка Садко? Он как раз и предупреждает – не слушайте сирен, не слушайте сирен, иначе превратитесь в рабов своих денег. Велес, как хранитель наших душ, соборный бог нашей славянской, русской души, обеспечивает нас всем для нормальной жизни в мире материи, в мире яви. И достатком материальным, и духовным, и рождением детей, наделяя нас силой ярилы солнышка, и здоровьем, и за животными нашими помощниками приглядывает. Он же хранит наши души после ухода из мира яви и направляет наши души на воплощение в мир яви. Этим, кстати, объясняется, почему есть темный и светлый лик Велеса. Да потому что не все души, ушедшие из мира яви, светлые. Есть и те, кто попадают куда ниже, чем они должны попасть. А Велес всем им строгий судья. Так вот, он может дать и чисто материальный достаток, но при этом предупреждает, не слушайте песни Сирена, чтоб не умереть смертью духовной, став рабом материи. Вот такие дела, господа купцы. Надеюсь, вы не подводите нашего батюшку Велеса и держите честное, неподкупное слово купеческое. Но пойдем дальше. И поплыл садко вдоль поморюшку. Много ли, мало ли прошло времени, вот приплыл садко к Березане. На этом привольном острове есть дворец стребога великого, что на птице стротим летает и ветрами, бурями правит. Принимал стребог дорогих гостей, угощал их яствами разными, сурью в чаши им наливал. Целый месяц их угощал стребог. Слушал гусли садко циреградского. А как время пришло прощаться, подарил он садко мех с ветрами, что волнует и пенит в море. Корабли выходили в море. И заснул, забылся садко. Тут его дружина хоробрая, говорит, меж с тобой устали. Видно, в этом мехе подарочки от стребога, бога великого. Мы откроем мех и посмотрим. Развязали они тот мех, разметались тут ветры буйные, расшумелось о море синее. Стало бить волной корабли и ветрами рвать паруса. И проснулся садко, стал играть и петь. Успокоилось море синее. На мой взгляд, этот отрывок более всего раскрывает астрологическую подоплеку мифа. Поясню, в чем тут дело. Стребог, к острову которого пристает садко со своими кораблями, бог ветров, бог воздушной стихии. Он радушно принимает корабельщиков и в конце дарит садко дорогой подарок мех с ветрами. И эти ветры, их сила, могли бы послужить садко в случае их правильного использования. Однако сам садко утаил от своих друзей сей подарок. И они, не зная, что там, а в греческом мифе еще и позавидовав Одиссею, открывают мех, мешок с ветрами. Ветры вырываются наружу, поднимается морская буря. И только, опять-таки, музыкальные способности садко позволяют избежать беды и успокоить ветры. Итак, Меркурий, планета воздушной стихии, находятся в знаке Девы в экзальтирующем сильном положении. Поэтому Стрибок, бог воздушной стихии, как раз принимает радушно садко его друзей. Такое положение Меркурия дает возможность получить некие дары от бога воздуха. Однако эти дары, из-за их силы, потому как Меркурий очень силен в Деве, могут принести и разрушение, и стать бесполезными в конечном итоге. То есть это как бы бесполезный дар. И все потому, что садко утаил свои дары. То есть, говоря по-простому, прокололся по функциям изгнанного в Деве Нептуна. Излишняя тайна. Вот таким образом, световой управитель Меркурий, теневой управитель Нептун, очень сильно связаны между собой в знаке Девы. И успокаивать разбушевавшийся Меркурий, то есть ветры, пришлось садко, опять-таки опираясь на музыку и пение. То есть поднимать, говоря символически, свой изгнанный Нептун. То есть, иными словами, поясню проще. Если человек, у которого имеется, например, Меркурий в знаке Девы, вдруг получает какой-то удар судьбы, в той сфере жизни, которая связана с информацией, связями, дорогами, транспортом, братьями или сестрами, с учебой, то причину надо искать как раз в функциях Нептуна. То есть, возможно, человек что-то нарушил в сфере Нептуна, раскрыл чужую тайну, ввел кого-то в иллюзию, в обман, или наоборот, скрыл то, что скрывать не нужно было, кого-то обманул, кого-то споил алкоголем, в конце концов. Вариантов много, но причину надо однозначно копать здесь. Тогда станет понятна причина потери так называемых даров экзальтированного Меркурия, или на языке данного мифа даров с требогом. И тогда корабли садков в море к острову приставали. С кораблей сходила дружинушка, и пошли они вдоль по острову, и зашли они в дремучий лес. Видят у горы вход в пещерочку, постучали, не отзываются, покричали и не откликаются. Заходили тогда незваные и садились за столы, угощались дружинники явствами и вино дорогое пили. Отворились двери широкие, и в пещеру вошли бараны. Вслед за ними баба огромная, очень страшная, одноглазая. Это было лихо кривое, лихо горькое, гореванное. Лыком лихо да подпоясано, и мочалами все опутано. Вижу, гости пришли нежданные, будет чем не лиху позавтракать. И схватила она дружинника, это час его проглотила, а потом садилась у входа и заснула, закрывший глаз. Садко в огне раскалил копье и вонзил в чело лихо лютому. Зашипел тут глаз под железом и проснулась, завыла лихо, стала шарить кругом руками. Хорошо же, гости любезные, не уйдете вы от меня. В угол все забились от страха и сидят ни живы, ни мертвы. Утром лихо слепое стала выпускать на поле баранов. Выпускала по одному и поверху руками щупала. Подвязал садко под баранами всю свою дружину хоробрую. Под последним сам подвязался, так и вышли они на свет. И тогда садко запирал в той пещерочке лихо лютая. Ключ же относил к морю синему и бросал его прямо в волны. Щука тот проглотила ключ и ушла в глубокие воды. В этом отрывке мифа как раз показано положительное проявление экзальтированного в Деве Меркуя. Благодаря своему уму и смекалке садко выручает и себя, и товарищей от лихо одноглазого. Думаю, что выйти сухим из воды в такой ситуации ему опять-таки помог Велес Мудрый через интуитивную связь с предком. И скажу вам, что поскольку мы тоже являемся потомками Велеса, то в каждом русском человеке есть такая смекалка, выручающего его из трудных жизненных ситуаций. Стоит лишь восстановить связь с родом и со своими пращурами, вернуться к своим корням. И ведь, согласитесь, это совсем неплохо. Но пойдем далее. Говорил садко корабельщикам, а вы кое-си корабельщики? Ехать нужно нам пусть урарики, чтоб подняться к ограду белому. Говорили так корабельщики, прямо ехать нам будет 7 недель, а окольной дорогую 30 лет. Проплывал корабль мимо острова, что близь устье цара реки, а на острове том застава. Не пускают корабль садко, в устье рарики великаны. Они скалы бросают в море, и пройти туда невозможно. И тогда садко царьградского кто-то тронул в плечика левая. Оглянулся садко, видит Велеса. Говорил тогда ему Велеса, я пущу тебя в устье рарики, если Велесу ты построишь храм во богатом там белом городе. Дал садко ему обещание. И прошел корабль садко, прямо в устье широкой рарики. И пустили его великаны, по велению бога Велеса. И поднялся садко к граду белому. Продавал там товары царьградские, получал великую прибыль. Бочки насыпал красно-золото, насыпал мешки с кадна жемчуга. И построил в городе храм в честь великого бога Велеса. Итак, корабли садко пускают в некий Белый град при условии, опять-таки, что он построит там храм Велесу. Я думаю, что речь здесь идет не столько о самом храме, как о каком-то здании или сооружении, хотя возможен такой вариант. Но речь здесь идет именно о том, чтобы садко, наживший на торговле в Белом граде много богатства, помог бы людям. То есть отдал часть денег на какие-то благотворительные дела. Почему я делаю такие выводы? Да вот исходя из того, кто такой Велес. А прежде всего Велес это дух всех славянских наших душ, как я уже говорила ранее, и хранитель. Образ Велеса всегда описывается в мифах, как заботливый отец своих детей и людей. Отсюда и построить храм Велесу значит помочь нуждающимся во имя его. Что, собственно говоря, и сделал садко, как и обещал. А слово купеческое тверже камня. Именно так должен проявлять свои положительные качества экзальтированный в Деве Меркурии, связанный с силой слова. Тогда по ответной связи будут у тебя материальные блага, попадшие в знаки Девы Венере. И ходил садко вдоль по бережку по великой реченьки Ра. Отрезал он хлеба велик кусок, посыпал кусочек тот солью и на Ра реку опустил его. Ай, спасибо тебе, вольна Ра река, что пустила меня в славный Белый град. Ныне я держу путь обратно, возвращаюсь во Царьград. А в ту пору к садко подошел старик. Гой, еси, садко, добрый молодец, отправляешься ты в славный Царьград. Передай поклон челобития ты ильменю меньшему брату и дочурке его ильмаре. И поклялся садко исполнить, преклонившись пред Богом Ра. Здесь интересный момент, связанный с тем, как наши пращуры приносили жертвы. Никогда жертвы не были кровавыми, с животными, а уж тем более человеческие. Это придуманная ложь, чтобы мы, наследники великой и мудрой культуры, отвернулись от своих корней. Жертвы Бакан, как благодарность за их заботу и милость, могли быть только изделия рук твоих. И вот садко благодари духа реки Ра ломатью хлеба с солью. Ведь все вокруг для наших пращулов было живым. И планеты, и звезды, и реки, и леса, и каждое древо, и каждый цветок, и так далее. И дух реки, сам бог Ра, явился садко и поговорил с ним. Я думаю, в старину люди могли разговаривать и слышать богов и духов природы. И поехал садко вниз по Ра реке, выходил он в морюшко черное. Налетели тут ветры буйные, расшумилось море синее. Стало бить волной корабли и ветрами рвать паруса. Но стоят корабли и не сдвинутся, будто на мели, не сворохнутся. Говорил садко корабельщикам, Много мы по морюшку ездили, В дань черноморцу не плачивали, Ныне царь морской дань не требует. Видят вдруг они чудо чудное, Как бежит к ним лодочка огненная, Рассекая носом волну. А в той лодочке два гребца. На корме ее правит кормщик, То морского царя черноморца Слуги верные, безымянные. Говорят они таковы слова, Ой, вы гуэси корабельщики, Вы подайте нам виноватого, Черноморцу кто дань не плачивал, Его требует грозный царь морской, Пусть предстанет он пред его лицом. Меньший тут за среднего прячется, Средний прячется за большого. Выходил вперед сам садко купец, Я морскому царю дай не плачевый, Видно мне теперь и ответ держать. И садко с друзьями прощался, Со своей ее храброй дружиной. Брал с собой гусли, Гусли звончатые, В лодку огненную сходил. И тотчас корабли с места тронулись, Полетели как соколы по морю. Побежала и лодка огненная, Видит тут садко, Среди морюшка поднимается столб огня. Приплывала лодка к тому столпу, И вернулась в водоворот, Опустилась на дно морское. И садко тогда оказался в синем море, На самом дне. И сквозь воду он видит солнце, Видит и зарю зареницу, Перед ним палаты богатые, Перед ним и двери хрустальные, И входил садко в светлую горницу. Вот пред ним сидит грозный царь морской, Окружает его стражи лютые, Раки, крабы С огромными клещами. Тут и рыба сом, С обольшим усом, И налим толстогуб, Кубошлеп душегуб, И севрюга, и щука зубастая, И осетр великан, Жаба с брюхом, что жбан, И всем рыбам царь белорыбеца. Черномору дельфины служат, И поют для него русалки, И играют на гуслях звонких, И трубят в огромные раковины. И сказал Черномор таковы слова, Гой и си, садко царь градский, Ты по морюшку много ежевал, Мне царю ты дань не плачивал, Мне теперь ты сам будешь данью. Говорят, ты мастер играть и петь, Поиграй на гуслях яровчатых. Видит тут садко делать нечего, Стал играть на гуслях яровчатых, Начал тут плясать грозный царь морской, И играл садко сутки целые, А потом играл и вторые, И играл потом сутки третьи. Тут купца садко царь градского Кто-то тронул в плечи колевая, Клянулся садко, видит велеса. Говорил тогда ему велес, Видишь ты, что скачет в палатах царь, Он же по морю скачет синему, И от пляски той ветры ярятся, И от пляски той волны пенятся. Всколебалось о море синее, В нем волна с волной сходилась, И песком вода замутилась, Тонут в морешке корабли, Гимнут душеньки неповинные. Вот как раз о чем я и говорила, Забота велеса о душах людских, О людях. Но вернемся к садко, Он принес жертву богу реки Ра, Но никогда ничем не благодарил Бога Черного моря, По которому не раз ходил на своих кораблях. И вот черноморец, Или царь Мария Нептун, Требуют свою жертву. Но скорее всего, И возможно, Садко просто забыл о том, Что надо реализовывать свой музыкальный талант, А не только быть торговым человеком, За что его и забрал, Образно говоря, морской царь, И заставил играть и петь очень долго. Уделимал мне внимание тоже, Кричит морской царь Нептун, Или черноморец. Внимание в виде музыкального таланта. В общем, Такой вывод, Чем бы вы ни занимались, А способности, Переданные вам по роду, Забрасывать нельзя, Иначе лишитесь его защиты. Что собственно и произошло садко. И тут мы видим, Что как только он снова, Пусть и по принуждению обстоятельств, Садко вернулся к реализации своего таланта, То есть отдал жертву Нептуну или черноморцу. Почему именно Нептуну и черноморцу? Ну да потому, Что Нептун связан с музыкой, По своим функциям планеты Нептун. Так вот, Как только садко вернулся к реализации своего таланта, Ему снова стал помогать Прашир Велес, От которого, собственно говоря, Садко и получил свой талант. Таким образом, Жертва роду, Это реализация заложенной вашими пращурами в вас талантов. И у садко появилась возможность вернуться домой, То есть к самому себе. А как это получилось, Читаем далее. Говорил садко богу Велесу, Не моя во царстве всем волюшка заставляет играть меня царь морской. То есть видите, Видите, что садко как бы теряет свободу, Как бы он попадает под влияние, Такое кармическое ограничивающее судьбы. И ответил тогда ему Велес, Ай же ты, садко цареградский, Ты все струночки да повырви-ка, И все шпенечки да повыломай, И скажи черномору, Нет струночек, Не могу играть я на гуселях, Тут и скажет тебе грозный царь морской, Ай же ты, садко цареградский, Ты не хочешь ли пожениться, Да на тушечке красной деве, Отвечай тогда, Грозный царь морской, В синем море твоя будет волюшка, Он даст выбрать тебе невесту, Ты тогда пропусти мимо, Триста дев, Выбирай эльмару последнюю, Да смотри садко, Не целуй ее, Если ты ее поцелуешь, То навеки в море останешься, Коль не станешь, вернешься во цареград, И садко купец цареградский, Все повырвал у гуселек струночки, И все шпенечки гуселек выломал, Перестал плясать черноморец, И сказал садко таковы слова, Что же ты, ты садко не играешь, Я порвал на гусельках струночки, И все шпенечки да повыломал, Не могу теперь я играть и петь, И сказал тогда грозный царь морской, Ай же ты, садко цареградский, Ты не хочешь ли пожениться? В синем море твоя будет волюшка, Все как скажешь, так и сделаю. А наутро царь черноморский Выводил к садко красных девушек, Выбирай садко то, что нравится. Пропустил садко мимо триста дев, Выбрал эльмару последнюю, И устроил тогда черноморец пир. Все на том перу наедались, Все на том перу напивались, Стали после ложиться спать, И заснул садко с эльмарою, Но не стал ее миловать, целовать, Как наказано было Велесом. Как проснулся, он оказался Да наяре крутом эльмары, Что близ славного цареграда, И видел бегут по реке Белопарусные корабли, А на них вся его дружина. И они садко замечали, И все радовались, дивовались, И садко с дружиной здоровался. И пошли они во палаты, Во хоромы купца садко. Он здоровался со своей женой, Погружали они корабли, И катили бочонки золотом. И построил садко, На то золото в цареграде, Храм богу Велесу, И второй морскому владыке. И теперь садко цареградскому Все из века в век прославляют. Вот таким вот чудесным образом Заканчивается приключение купца садко. На первый взгляд мы, конечно, Видим, как батюшка Велес Учит нас смекалке, То есть знаменитой русской смекалке, Когда можно выйти из затруднительной ситуации, И сделать все как нужно именно тебе, Но при этом не вызвать гнева Со стороны того, в чьей власти Ты находишься в данный момент. Но давайте разберем эту мистерию Немного глубже. Итак, есть купец садко, Который приобрел все свои материальные блага При помощи силы своего рода, Потому что развивал и приумножал талант, Переданный ему через его пращуров. И все шло отлично, Но садко, занявшись купеческой деятельностью, Забыл о своем таланте. Он пожертвовал обычную жертву, Кусок хлеба солью, Забыв при этом, что жертва рода Это служение ему своими умениями и талантами так же. Думаю, что вы понимаете, О чем я, собственно говоря. И вот черноморец царь Морейли, Нептун, который в астрологии Связан как раз с музыкой и пением, Начал требовать садко к себе, Потому что тот забыл о нем, Изгнал его из своей жизни. Садко сразу понял, в чем дело, Когда слуги черноморца Прибыли за ним. Он сразу взял свои гусли И последовал к черноморцу, Где ему и пришлось играть Целых три дня подряд. И вот тогда, Когда он вспомнил о своем таланте, Ему приходит снова на помощь Его род в виде Велеса. Велес говорит садко, Хватит уже играть, достаточно. Но садко, не имеющий уже свободы У морского царя в плену, Говорит, что тут нет его воли. То есть человек, Хочен он того или нет, Забывший о своем долге перед родом, Ограничен в своей свободе. Его ограничивают. И тогда Велес подсказывает ему Путь к освобождению Или к обретению свободы. Скажите, а разве есть среди нас такие, Кто бы ни разу не столкнулся С такими обстоятельствами в жизни, Где мы очень ограничены И вынуждены делать ту или иную работу Вне зависимости от нашего желания. Это и есть карма. Это и есть наш долг. Вот и садко попадает в такую ситуацию. Но свободу он может получить, Пройдя еще одно испытание, Связанное с верностью своей любви. Черноморец, который, в принципе, Должен был знать, что садко Женатый человек, Предлагает ему пожениться. Словно испытывает его. Выводит перед ним три стадев. И садко по совету Велеса Выбирает последнюю эльмару. Почему эльмару? Эльмар – это была богиня реки, Которая соединяла Черное море И озеро Эльмень. Само озеро Эльмень, Как мы помним из мифа, Находилось близ Царьграда, То есть близко возле дома садко. Иными словами, эльмар – Это путь домой. Из Черного моря в эльмень. От черноморца И плена К свободе в домой. Но выбрав эльмару, Садко остается верен своей жене И не остается на дне морском, Предупрежденный Велесом. Эльмара же, как богиня реки, Выносит его к эльменью озеру, К его дому. А если бы садко стал ее мужем, То стал бы утонувшим в реке эльмаре, То есть утопленником. Это и было проработкой Изгнанного Нептуна и падшей Венеры В астрологическом толковании мифа. Прибыв же домой, Садко построил два храма – Велесу и Черноморцу. Я думаю, что он построил школу, То есть дом знаний в честь Велеса, И какую-нибудь музыкальную школу Или музыкальное заведение, Как Черноморцу или Нептуну, Связанному с музыкой Среди всех своих остальных функций. Подводя же итоги, Рассматривая нами мифа, Можно сделать такие вот выводы. Первое. Нужно развивать талант, Который тебе передали Твои предки-пращуры. Этим ты заслужишь поддержку Своего рода в мире яви. Второе. Если ты богатый И успешный купец, В любом случае нельзя слушать Песни птицы сирен. Третье. Часть денег отдавай В заботе о людях, На добрые дела. И этим служи своим богам и роду. Следующее. Не забывай о своем таланте Или о том деле, Которое поручил тебе сделать род, Когда принял твою душу И воплотил в мире яви. Иначе судьба будет ограничивать тебя. И рано или поздно Тебе все равно придется вернуться К своему долгу. Следующее. В вопросе о жертвоприношениях. Жертва богам и роду Это не только плоды, хлеб, зерно И так далее. Ну и еще плоды твоего творчества. То есть реализации таланта. Его развития. И выполнение того дела, Которое поручено тебе твоим родом. Это и есть жертва роду. Который помогает тебе в твоей земной жизни. Остальные выводы касаются работы, Которую проводят астрологи. Это более глубокое понимание Теневых и световых управителей Знаков и работа с ними. Нужно знать, как правильно проявляться По световым управителям. Тогда по теневым управителям Будет идти помощь. Но не только это. Теневым управителям тоже нужно Уделять внимание, изучать И понимать лучшие качества планет Теневых управителей. Таким образом, словно освещая их И прорабатывая. Но эта информация будет интересна Прежде всего астрологам. Я же хочу сказать Уже в который раз Что наши мифы Содержат многоуровневую информацию. И у меня такое ощущение Что, наверное, я достаю Докапываю из них Далеко не всю информацию Которую можно было бы, конечно В полном объеме доставать. И уж, конечно, можно в конце концов Понять, что наши предки Прощуры обладали мудростью Астрологическими знаниями И правильным взглядом на мироустройство. На этом пока все. Надеюсь, вы узнали что-то новое И полезное для себя. И не забывайте Что большие деньги Даются человеку Не для того, чтобы стать их рабом А для увеличения славы рода Что есть добрые, полезные дела Для всего общества Для нуждающихся Для реализации и развития Своего таланта И таланта других людей Для выполнения того дела Которое поручил вам Выполнить род Перед вашим воплощением Благодарю всех за внимание Субтитры создавал DimaTorzok